Приветствую вас на очередном нашем вебинаре «Тридцая дуа из Корана». По Аллаху мы с вами уже движемся вперёд и потихоньку уже заучиваем и дошли уже до девятого дуа. Тридцая дуа из священного Корана, которые являются важными в применении в нашей жизни, в соответствии с нашими положениями. Я надеюсь, что вы уже выучили восемь дуа и применяете их на практике. Хвала Аллаху, девятая дуа у нас уже из следующей суры. Мы с вами брали дуа и из суры Аль-Бакара, из второй суры из разных аятов. И брали дуа из суры Али-Амран, брали из суры Аль-Маида. И вот теперь у нас сура Аль-Араф, Аграды, седьмая сура, двадцать третий аят. То есть это дуа по прощении и милости Аллаха по причине несправедливости к себе самому. Да, бывает так, что мы можем сбиться с прямого пути и этим навредить только себе. Сделать лульм только по отношению к себе. Лульм — это несправедливость. Если мы сбились с пути и сделали что-то, противоречащее по велению Аллаха, этим мы только себе навредили. Этим мы только отнеслись несправедливо к себе самому. Эта дуа звучит Господь наш, мы поступили несправедливо по отношению к себе. И если ты не простишь нас и не смилостивешься над нами, то мы непременно окажемся одними из потерпевших урон. Субханаллах! Давайте вникнем в это дуа. Раббана, Господь наш, мы поступили несправедливо по отношению к себе. И если ты не простишь нас и не смилостивешься над нами, то мы непременно окажемся одними из потерпевших урон. Вспомните, чьими это были дуа, дорогие сестры. Есть ли у вас предположение, кто из пророков, из людей попросил это дуа? Кто был большим по соотношению несправедливости к себе самому, из людей, дорогие сестры? Саму Диане, может? Не саму Диане? Нет. Нет. Нет, это из пророков. Из пророков. Еще есть, дорогие сестры, варианты? Пророк Мухаммад? Слава Васильевна. Нет. Последний пророк? Нет. Почему мы живем в Батерине? Почему мы живем в Батерине? Да, это подсказка. Юнус. Юнус, алейхиссалям, тоже был одним из несправедливых по отношению к самому себе, но здесь эта дуа, нет, не его дуа. У него, помните, другое дуа есть, мы его тоже, иншалла, возьмем. Ла-илах-лянт, субханака, инни кунту минал-залмин. После того, как он попросил эту дуа, что он был несправедлив, Аллах его выведет из чрева кита. Но эта дуа совсем другое. Смотрите. По причине какого пророка, так сказать, нашего праотца, мы находимся в этой дуне, а не в раю? Да. Машалла. Адам, алейхиссалям. Да, смотрите, давайте мы возвратимся к тафсиру этого аята. Значит, по толкованию садей. Они сказали, имеется в виду, они — это Адам, алейхиссалям, и его жена Хава. Как мы в Библии читали Адам и Ева. Адам и Хава. В Коране приходят это так. Хава. В Библии, Инджииль, Евангелие — это тоже книга от Аллаха. Она священная. Мы в его верим. Но, конечно, в оригинал верим, без искажений, который в самом начале, который был неспослан. Просто он был неспослан на язык евреев. Мы знаем, все книги священные, большинство и все пророки были из числа евреев. Поэтому всё было на еврейском языке. Самый последний Коран был неспослан на арабском языке. В принципе, они семитские и похожие между собой языки. Здесь что сказано? Они сказали, Господь наш, мы поступили несправедливо по отношению к себе. И если ты не простишь нас и не смилостивишься над нами, то мы непременно окажемся одними из потерпевших урон. Аллах смело селся над Адамом и Хавой. Да, будет довольный имя Аллах, позволил им принести покаяние и принял его. Они признали своё прегрешение, попросили его о прощении, Господь наш. Мы совершили поступок, совершать который нам было запрещено и сами себе навредили. Да, бывает так, что Аллах что-то запрещает, повелевает благое, но мы часто можем ослушаться Аллаха и этим навредить только себе. И всю жизнь, так сказать, жить в испытаниях. Но если бы мы не ослушались, повиновались бы повелениям Аллаха, то было бы иначе. Наша жизнь была бы лучше. Но мы люди, мы хотим что-то разнообразить, мы хотим что-то улучшить, а этим, может, мы усугубляем ситуацию, может, мы ухудшаем ситуацию. И толкование садии, дальше говорится, мы совершили грех, который может повлечь за собой великий убыток, если только ты не простишь нас. Смой же наше прегрешение, избавь нас от наказания, прими наше покаяние и убереги нас от подобных поступков в дальнейшем. Это дуа, который попросили Адам, алисалям, с его женой Хава, да будет мир над ними. Аллах их простил, Аллах принял их покаяние, и в Коране по этому поводу сказано, Адам ослушался своего Господа и впал в заблуждение. Потом Господь избрал его, принял его покаяние и наставил на прямой путь. Это сказано в 20-й уже суре, в 121-122 аятах. Что же касается Иблиса, Леонатолу Олеги, то он не перестал грешить и творить беззаконие. Поэтому, если люди уподобляются Адаму, признают свои прегрешения, просят прощения, сожалеют о содеянном и перестают ослушаться Господа, то он делает их своими избранниками и наставляет на прямой путь. Но если они уподобляются Иблису, Леонатолу Олеги, совершая грехи, приумножая свое нечестье, то Аллах отдаляет их от себя. Аллах сказал, не извергнитесь и будьте врагами друг к другу. Земля будет для вас обителю и предметом пользования на некоторое время. Мы с вами дуа только что посмотрели из суры Аль-Араф, Аграды, 23-й аят, а это 24-й аят, то есть продолжение к этому аяту. Аллах говорит, что? Что земля будет для нас обителю. Мы до сих пор здесь находимся, но на некоторое время. Некоторое время, по сравнению с тем, что в раю и в аду вечная жизнь, по сравнению здесь некоторое время, в отсрочку называется. Она закончится когда-то, и она заканчивается для некоторых людей уже. Многие уже в могиле. Аллах сказал, на ней вы будете жить, на ней будете умирать, и из неё будете выведены. в 25-м аяте, в продолжении того дуа, Аллах говорит, что мы будем жить здесь, и здесь умирать, и отсюда выводиться. То есть Аллах имеет в виду, что Он всё-таки выведет из этой жизни. Изначально нас не было, людей вообще не было, ни в этой жизни, ни в этой планете Земля, ни в раю, нигде нас не было. Были джинны, которых Аллах создал из огня, которые жили в планете Земля, жили, поживали, размножались, вели, так сказать, жизненный образ. Были ангелы, которых Аллах создал из света. У них есть крылья, они летают, они не имеют выбора, только слушается Аллаха, повинуется и восхваляет его. Затем Аллах решил создать первого человека Адама, создал его своими руками, сказано, как будто месил тесто, смешивал четыре цвета глины с водой и сотворил первого человека, из его же ребра сотворил ему жену. А оставшихся детей, так сказать, его потомство было уже сотворено из чего? из капли воды. Мы это знаем. Капля вода сперва у папы была, потом эта капля вода оказалась у мамы. Таким образом, Хава, наша мама, рожала подвойне, мальчик и девочка, мальчик и девочка, и так много двойняшек было, которые являлись братьями и сёстрами. Вот одна двойняшка, которая девочка и мальчик считались братами и сестрой друг к другу, а другая двойняшка, то есть могли они же жениться, брать в жёны. Таким образом размножились люди, а затем, конечно, Аллах запретил брать в жёны, в сестёр и братьев, так как уже людей было много. То есть, по сути, наше потомство доходит до самого Адама, алейсалям нашего братца. Но Аллах их создал в раю. Он жил в раю, Аллах дал ему душу. Он знал всё, Аллах его всему обучил. Но он, Аллах, что сделал? Запретил плод одного дерева и сказал, не подходить к плоду этого дерева, не есть. Пожалуйста, можете вкушать всё, что угодно. А перед тем, как Адам, алейсалям, гулял по раю со своей женой, Аллах, повелел Иблису, а Иблис, он был из числа джинов, который жил на земле, планете Земля, он его из всех-всех джинов выбрал. Он был самый порядочный, самый богобоязный, самый умный из всех тех, кто жил на земле из-за среди джинов. И добавил, добавил к ангелам. Он там ходил в раю среди ангелов. А когда он увидел Адама, что Аллах решил сотворить такого красивого человека, он заревновал, он проявил зависть. А когда Аллах повелел ему падать ниц, сделать судьу от земной поклон, он проявил высокомерие, надменность и сказал якобы, что он лучше, что он не будет падать ниц перед Адамом. И тогда Аллах сказал, тогда гори в аду, я тебя наказываю, Адам, Джаханнам, на что Иблис сказал, этот человек стал причиной того, что я вечно буду гореть в аду. Дай мне отсрочку. Я хочу совратить его и его потомство, чтобы они вместе со мной горели. Я не хочу один гореть в аду. Иблис сказал, Иблис сказал, пожалуйста, если они тебя послушаются, то пусть идут с тобой и горят в аду. Но если они меня послушаются и не ослушаются, меня будут, мне поклоняться, только мне и никому больше, иному, то я заведу их в рай. То есть они по сути будут в раю всегда. Но Иблис этого момента начал совращать Адама и его жену. И когда они подошли к плоду того дерева, он сказал, в Аллахе, Аллах сказал, что он никогда не выведет тебя из рая, если ты съешь плод этого дерева. Он в Аллахе сказал, клянусь Аллахом, поклялся самим Всевышним Аллахом, но врал. Они поверили. И тут они обнажились, Аллах их спустил на землю. Адам, алисалям, тут же почувствовал, что он отнесся несправедливо по отношению к себе самому. Хава тоже почувствовал, что она была несправедлива к себе. И они попросили это дуа. Господь наш, мы поступили несправедливо по отношению к себе. Если ты не простишь нас и не смилостивишься над нами, то мы непременно окажемся одним из потерпевших урон. Аллах ар-Рахим, Аллах ар-Рахман, он милостивый. Вот здесь даже само вот это слово использование слова рахма, чтобы Аллах помиловал их. Адам, алисалям, спрашивает. Аллах проявил свою милость. Аллах простил Адам, алисалям, но дал отсрочку. То есть, когда мы грешим, мы не можем от этого греха просто избавиться. Мы обязательно должны это пережить. Мы обязательно должны пройти все испытания, по причине которой мы должны очиститься, очиститься от того греха, который мы совершили. И мы сейчас, как потомство Адама, алисалям, очищаемся в этой дуне, и мы очень надеемся, что Аллах нас возвратит в свой рай. Дай Аллах, мы будем одним из тех, кто поклоняется только Аллаху и не будет следовать наущениям Иблиса. Ляна от Аллаха алихи. Давайте несколько раз повторим эту дуану. Здесь аят начинается от слова «каля», то есть сказали они двое, идет двойственное число «каля», «раббана», «галямна», «раббана» мы это постоянно в каждой дуан начинаем с этого дуан «Господь наш», притеснили мы от слова «гульм», мы отнеслись несправедливо, так сказать, «анфусана самих себя и если лям не тагуфир», то есть «простишь ты», от слова «истихфа», или «астагуфир Аллах», мы спрашиваем «тагуфир», «простишь ты ляна нам ватарухамна», и не помилуешь ты нас «ляна кунанна», однозначно окажемся мы «минай», то есть «мин» из «альхаасири», потерпевших урон. От слова «хусар» тоже было такое наподобие дуа, что мы можем потерпеть урон, потерпеть убыток, это для нас огромный убыток, если мы по отношению и справедливости к себе попадем в ад. Да простит нас Аллах за все эти грехи, которые мы совершаем, да дарует Аллах очищение всем мусульманам, чтобы мы следовали только прямому пути. Давайте несколько раз повторим. Здесь можно и дольше протянуть четыре харакя. Я два харакя протянула еще раз. Раббана ظلمна أنفسنا وإن لم تغفر لنا وتрухамна لنكون من الخасирин Господь наш мы поступили несправедливо по отношению к себе если ты не простишь нас и не смело стивишься над нами то мы непременно окажемся одним из потерпевших урон Аллахума Амин Да примет Аллах дуа нашего братца Адама и его жены Хава и нас всех И Я Кан Абду и Я Кан Аста И Дина Сырата Муст Сырата Ладзина Амта Алейхим Гайри Магбуб Алейхим Валя Балин Чазак Нал Хайран Ахавати Ва Барак Аллаху Фиконна Инша Аллах Слышаемся Уже на следующем вебинаре Дай Аллах И эта дуа будет вашу копилочку Ассаляму Алейкум Ва Рахмату Барак Алейкум Ассалям Ва Рахмату Барак Чазак И Ла Хайран Чазак Нал Рахмату Дреки Сестры Мои Алейкум Алейкум